Добрый день всем! Здравствуй, Зарема! Сразу хочу сказать нашим зрителям, почему я на «ты». Потому что в нашей журналистской братье не положено на «вы», и к тому же мы друг друга давно знаем, и к тому же ты человек очень молодой в душе. Вот такое у меня предисловие. Каждые пять лет мы с тобой встречаемся по поводу твоего очередного юбилея. Да, этот год тоже у тебя юбилейный. Но мы не будем говорить про юбилей, мы, наверное, поговорим все-таки о тебе. О тебе, как о творческой личности, как о телевизионном журналисте. Я знаю, что ты свой путь в журналистику начинала в газете, затем радио, ну и потом телевидение. Я знаю, что большую часть своей жизни ты посвящала культуре, теме культуры. И начинала с этого ведь. Поэтому, наверное, это все-таки, эта тематика, эта сфера наложила на твою дальнейшую творческую деятельность определенный отпечаток. Так ли это? Если коротко, то так. Но если пространно, то, как говорил в свое время Эрих Мария Ремарк в «Триумфальной арке», ну мало ли похожих людей на свете, в диалоге прозвучал шикарный ответ. Похожих людей много, но не все вспоминаются, не всегда забываются, он сказал. Какие мудрые слова. С той поры в 80-х, в 50-х и в 60-х три товарища Ремарка очень зачитаны. Дадыр роман. И судя по тому, что он был очень популярен, приходилось читать и еще что-то. И с той поры я запомнила, что чтобы тебя запомнили, нужно что-то такое не натворить, а написать, если ты пишешь. Но если ты производишь самолет, то самый лучший самолет. Слава Богу, наша страна в числе передовых по производству техники именно летательных аппаратов, я отхожу от темы, но если производить, то я говорю к тому, что нужно производить хорошее. Если вернуться к культуре, то очень запоминающимся лицом была в свое время обитова Сатана Джамботовна, которая курировала культуру. И когда я первый раз попала на фестиваль Ставропольская осень, Ставропольская осень, музыкальная осень Ставрополья, это было что-то по мне довольно-таки молодой девушке, очень не ошеломляюще, но очень впечатлило меня это предприятие. Камерные оркестры, симфонические оркестры из Ставрополя, они все приехали к нам. Это был парад больших коллективов, и все это меня ошеломило. И с тех пор я застряла в культуре. С культурой мы определились. А любимый жанр есть? Ну, тоже в двух словах, если можно. Ну, нас не спрашивают здесь, нужно и то, и другое. Что тебе по душе? Люблю очерки. Там полет фантазии, можно красиво, комплиментарно говорить о людях, которых любят. Ну, и ты тоже написал, полюбил. У меня много друзей после этого. Вот, кстати, ты подвела меня к следующему вопросу. Я знаю, что ты, как никто другой, дружишь со своими героями через года. Они остаются в моей жизни. Мне неудобно их бросать, у них тоже происходит что-то. Бывают радостные события, я вынуждена к ним пойти поздравлять, потому что они стали мне близкими людьми, так скажем. Может быть, мне сейчас не поверят, может быть, подумают, что я лукавлю, но это так, это совершенно искренне. Я люблю людей, я всегда это говорю. И я благодарю людей, которые в ответ мне говорят то же самое. Ну, конечно, ты не со всеми дружишь. Да, да, насчет дружбы, да, но поддерживать отношения в дальнейшем получается полюбовно, скажем так. Скажи, пожалуйста, вот как бы ты себя охарактеризовала как профессионала? Какую оценку бы ты себе дала как профессионал? Ну, это у меня есть. Я даже не знала, что ты у меня это спросишь. В свое время, когда проходили большие партийные съезды, а я человек советской коммунистической эпохи, когда проходили съезды, у нас маститые журналисты, ТАССовский материал стоя начитывали машинистки. Так быстро, как у нас говорят, зарбом переводили. Ну, это я иностранное слово употребила сейчас. Сейчас я смело могу сказать, что я бы это проделала даже лучше, чем они. Настолько они вложили столько труда, научили меня, так скажем. Может быть, я сейчас это коряво сказала, но это так. Поэтому оценку самому себе давать – это неэтично, давай так скажем. Но что я освоила этот жанр, к примеру, сказать, неплохо. Это я точно знаю. Мы же знаем, что творческие люди и интересные люди, они имеют сложный характер. Ты же понимаешь, к чему я клоню? Да. Бывает, ты приглашаешь человека, ты обожаешь его творчество, но ты не знаешь, как к нему подобраться даже. У нас такой, собственно, индикатор сильнейший был Лейла Бикизова. Ну, раз у меня с ней получалось, я думаю, что со всеми... Как, Алексея, вы в свое время сказали, как вы осилили китайский после Абазинского, очень легко. Если получилось с Бикизовой, а с ней было очень сложно. С разбега, просто так с ней диалог не получился бы. Я это точно знаю. Да, ты это точно знаешь. Если говорить о характерах наших героев. Конечно, ты немножечко должен быть и психологом. Даже мы снимаем репортаж, мы должны... Мы все равно говорим как о каком-то поводе, так и обязательно про человека. Поэтому надо уметь с ними работать. И мне кажется, это самое сложное в нашей работе. У тебя есть какие-то, как бы правильно сказать, фишечки, наверное, какие-то свои? Не знаю. Как говорил герой одного фильма, мое стопроцентное обаяние, сделала свое дело. Но стараюсь быть коммуникабельной, скажем так. Очень понимаю. Коммуникабельной. Если с детьми, то как мама. Я сегодня поцеловала одну девочку, например, в школе. Я знаю, что с утра ты сегодня уже была на съемках. Да. И даже не в городе. И даже не в городе. Довольно-таки далеко. Да. Сарима, а как ты вдохновение находишь в своей работе? Мы же ходим по кругу. Конечно, это каждый раз разные люди, каждый раз разные события. Но, как известно, мы живем в такой маленькой республике. Ну, бывает же так, что ты совсем не хочешь писать. Все равно не скучно. Не скучно. Это причем, что мы, именно черкесская редакция, только два района у нас по географии. Нам приходится, как ты говоришь, делать круги только в двух районах. Все равно это новые люди, это новые лица, это новые осмысления. Сегодня, например, я встретила трех девчонок, увлекшихся физикой. Девочки и физика. Они так с таким интересом это рассказывали. Не хотят айтишницами стать, медиками стать. Мне это было очень приятно. Когда интересно, не скучно. Когда работаешь не одно десятилетие, встречая очередного интересного человека, ты каждый раз поражаешься. Я понимаю, не скучная работа. Нервная работа. Тяжелая работа. Ну, любимая работа. Все это понятно. О чем ты мечтаешь? Я говорю не о том, что касается твоей частной жизни. Я знаю, что у тебя прекрасные дети, трое детей, двоих сыновей ты своих женила, ты бабушка. Я даже не об этом. Я о том, что через определенное время, через десятки лет, есть ли какая-то мечта в творчестве? Бывает ли так? Когда-то я тебе говорила, что я мечтала учиться в Цуриковском институте, рисовать мне очень хотелось. Но я про это не сильно распространялась, потому что я писала довольно-таки коряво. Рисовать не получалось, но мне всегда очень хотелось. Это до сих пор в тебе живет? Наверное, да. Может быть, в ком-то из будущих детей проявится. Ну, я говорю о внуках. Может быть, эта тяга среди них проснется. Сейчас какая может быть мечта в моем возрасте, я бы хотела сказать, для обычной сельской женщины в черкесском ауле? Ну, мне интересно все. Я хочу выращивать сейчас белую кукурузу, хорошую белую кукурузу, именно черкесский сорт, чтобы все продукты производства именно от такой кукурузы стояли на столе, дети питались ими, к примеру, сказать. Ну, это не мечта, это реалий, это чем можно заниматься. А мечтать, ну, поехать в моем возрасте, наверное, куда-то далеко ехать, много чего знать. И все-таки я говорила про творчество. Ну, писать еще лучше. И больше интересных людей встречать. Больше интересных людей. Больше впечатлений. Само собой. Я даже самым маленьким впечатляюсь. Я сегодня плакала на мероприятии, когда декламация стихов была очень торжественна. Это касалось нашей природы, Кавказа, Эльбруса. Вот я прослезилась. Я не перестаю удивляться. Это хорошее черта. Это здорово. Я думаю, на данном этапе твоей жизни ты имеешь право давать советы подрастающему поколению. И что ты можешь пожелать тем молодым людям, которые выбрали нашу с тобой профессию, которые делают первые шаги в этой работе, в этой сфере? Я думаю, что им это очень нравится. Особенно на телевидении. Это не может не нравиться, если человек адекватный, нормальный. Потому что это центр культурных событий, центр всех событий, всего, что происходит в республике. Ты в этой гуще варишься. И когда человек покидает вот этот центр, может быть, поменял профессию, ушел, он будет очень стремиться вернуться туда. А я так не думаю. Я думаю, значит, это было не его. А сюда же не уходят настоящие журналисты. Не уходят. Да. Как наш бывший коллега говорил, чемодан без ручки похоже на... Тереведение похоже на чемодан без ручки. Нести неприятно, бросать жалко. Нести трудно. Нести очень ответственно. Очень ответственно. Слово – это не воробей. Сказал – все. Отрубил. Сказал – отрубил. Мудрое слово. Писать – это очень ответственно. Поэтому писатели, журналисты и поэты – это, я считаю, разряд людей, с которых нужно пылинки сдувать, нужно оценить все, что они пишут. И не судить их строго, если что-то не получилось. Но они стараются. А молодым людям, которые окажутся в этой профессии, пожелание не отступать. если у меня получилось, а я к творчеству вообще никакого отношения не имела, когда пришла первый раз в газету, и мне сказали – переведи этот текст. я его сейчас перевожу. Я думала, никогда это не осиливается. Но это осиливается. Это любить надо. Да. И быть коммуникабельным человеком. В первую очередь. Ну, коммуникабельность – это здесь нужно, в газете, может быть. А я говорю про телевидение. Да. Телевидение – это особый мир, который нужно не только любить, но и творить, учить людей. Мы сейчас с тобой разговариваем, а зритель должен почерпнуть что-то очень важное, очень яркое что-то. Иначе в нашей беседе ноль оценка. Абсолютно с тобой согласна. Поэтому человек должен быть сам интеллектуально насыщенным. Я не про себя сейчас говорю. Находясь здесь, ты должен быть очень ярким, очень начитанным. Всегда учиться? Всегда учиться – это даже не подвергаешь сомнению. Потому что, как Вяземский говорит, я детям, когда в школах встречаюсь, всегда говорю, Вяземский так говорит. Если вы смотрите «Умников и умниц», знания почерпнуть можно только через книгу. Зарима, каждый раз общаюсь с тобой, да даже просто пересекаясь в коридоре, я каждый раз выражаюсь, во-первых, твоим знаниям, во-вторых, твоему жизнелюбию, и тому, что для меня ты просто всегда молодая девушка, человек с молодой душой. Я благодарю тебя за беседу, с юбилеем тебя. Спасибо, дорога. Дай Бог, чтобы этих юбилеев было в твоей жизни много. Новых, интересных людей, успехов. Спасибо тебе за эту беседу. Спасибо. Спасибо тебе, была. за субтитры Алексею Дубровскому,